Арабское королевство Сирии – первое созданное в новейшее время арабское государство и хотя оно официально существовало менее года, его существование оказало длительное воздействие на арабский мир, который ощущается и по сей день. После поражения войск Османской империи в Сирии во время Первой мировой войны британские войска под командованием маршала Эдмунда Аленби вошли в Дамаск в 1918 году в сопровождении войск арабского восстания во главе с Фессалом, сыном шерифа Мики Хусейной Беали. Фессал создал первое арабское правительство в Дамаске в октябре 1918 года и назначил Алирида Башар-Рикаби военным губернатором. Новая арабская администрация создала местные органы власти в крупных сирийских городах и панарабский флаг был поднят по всей Сирии. Арабы надеялись, что британцы исполнят собственное обещание и новая арабская держава будет включать все арабские земли от Алеппы на севере Сирии до Одина на юге, Алиемена. Но генерал Аленби, согласно тайным соглашениям Сайкса Пика между Великобританией и Францией, отнес к арабской администрации только внутренние районы Сирии. Палестина была зарезервирована для британцев. И 8 октября французские войска высадились в Бейруте и заняли все ливанские прибрежные районы в Накуру, заменив британские войска. Франция немедленно ликвидировала местное арабское правительство в регионе. Франция потребовала полного осуществления соглашений Сайкса Пика и отдачу Сирии под ее влияние. 26 ноября 1919 года британцы вывели войска из Дамаска, чтобы избежать конфронтации с Францией. Фейсал несколько раз путешествовал по Европе, начиная с ноября 1918 года, пытаясь убедить Париж и Ондан изменить свою позицию, но без успеха. После захвата Франции и Сирии генерал Анри Гуру был назначен верховным комиссаром в Сирии и Килики. На Парижской мирной конференции Фейсал оказался в еще более слабой позиции, когда европейские державы решили проигнорировать требования арабов. В июне 1919 года американская комиссия Кинга Крейна прибыла в Сирию, чтобы узнать о местном общественном мнении относительно будущего страны. Работа комиссии простиралась на территорию от Алепо до Версавии. Члены комиссии посетили 36 крупных городов, встретились с более чем двумя тысячами делегациями в более чем трехстах селах и получили более трех тысяч жалоб. Выводы комиссии подтвердили негативное отношение сирийцев к мандату на их страну, а также к декларации Больфура. Комиссия подтвердила и стремление к созданию единой Великой Сирии, включающей также и Палестину. Выводы комиссии были проигнорированы Францией и Англией. В мае 1919 года были проведены выборы в Сирийский национальный конгресс. 80% мест получили консерваторы. Меньшинство получили арабские националисты. Джамиль Мохдибей, Шукри Аль-Куатли, Ахмад Аль-Кадри, Ибрагим Ханан и Ирият Ассульхе. Беспорядки вспыхнули в Сирии, когда Фейсал пришел к компромиссу с премьер-министром Франции Жоржем Клеманса и сионистским лидером Хайму Ветьманом по вопросу о еврейской иммиграции в Палестину. Вспыхнули беспорядки и среди мусульманских жителей Ливанских гор, не желавших быть включенными в новое, главным образом христианское государство и Великий Ливан. В марте 1920 года Сирийский национальный конгресс в Дамаске во главе с Аль-Хашимом Атаси принял резолюцию, известную как соглашение Фейсала Клеманса. Конгресс провозгласил независимость Сирии в ее естественных границах и провозгласил Фейсала королем арабов. Конгресс также провозгласил политический и экономический союз с соседним Ираком и потребовал независимости. Новое правительство 9 мая 1920 года возглавил Алиар Ридери Каби. 25 апреля во время подписания Северского договора, Верховный Межсоюзнический Совет предоставил Франции мандат на Сирию и Великобританию, мандат на Палестину и Ирак. Сирия ответила волной протестов. Новое правительство ввело всеобщую воинскую обязанность и начало финансирования армии. Эти решения спровоцировали негативную реакцию Франции, а также мароницкого патриархата в Горном Ливане, которые осудили решение как государственный переворот. В Бейруте христианская пресса выразила враждебность по отношению к решениям правительства Фейсала. Ливанские националисты получили выгоду из кризиса, созвав Совет христианских лидеров Баабде 22 марта 1920 года, который провозгласил независимость Ливана. 14 июля 1920 года генерал Анри Горо выдвинул ультиматум Фейсалу, давая ему выбор между сотрудничеством или отречением. Понимая, что расклад сил не в его пользу, Фейсал решил сотрудничать. Однако молодой военный министр Юсуф Али Азма отказался подчиниться и во франко-сирийской войне потерпел поражение от французов в битве при Майсалуне. Азма погиб на поле боя вместе с большинством сирийских солдат. Генерал Мариана Гайбит вступил в Дамаск 24 июля 1920 года. После ликвидации Арабского королевства Сирии генералом Анри Горо на территории французского мандата в соответствии с решениями конференции в Сан-Рема были образованы государства Дамаск, государство Алепа, Оловицкое государство Джабль-Адрус, Сан-Жак-Александриетты, государство Великий Ливан. Продолжение следует...